В эфире программа Актуальное интервью. Студия Ольга Руссо. Здравствуйте. Обеспечение экономической безопасности страны и стабильное развитие российской государственной экономики Это зона деятельности отдела по борьбе с экономическими преступлениями Управления внутренних дел России О работе подразделения поговорим с начальником отдела экономической безопасности И противодействия коррупции МВД по Ненецкому округу Денисом Батрынчей Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что представляет ваш отдел? Ну, начну с того, что наш отдел является преемником легендарной службы Легендарного подразделения по борьбе с хищением социалистической собственности и спекуляцией Созданные приказом Главного управления рабочей христианской милиции НКВД СССР 16 марта 1937 года То есть нам уже 85 лет юбилейная дата Ну, основная задача, основная цель обеспечения экономической безопасности государства Стабильного функционирования тех или иных отраслей экономики Защита бюджетных средств от преступных посягательств Противодействие коррупции Противодействие хищению бюджетных средств при выполнении тех или иных государственных программ Реализация национальных проектов, региональных программ Ненецкого автономного округа Ну, как-то так Это все, что связано с деньгами, что связано с финансированием, с проектами, с закупками, правильно я понимаю? Абсолютно верно В какой сфере в Ненецком округе больше всего совершаются таких вот экономических преступлений? Ну, как показывает практика, уже нескольких лет подряд Основная, самая закоррумпированная отрасль, это отрасль государственных закупок Из года в год мы выявляем коррупционные нарушения, связанные с подкупом членов конкурсных комиссий С взяточничеством госзаказчиками, злоупотреблением полномочий при распределении бюджетных средств, ну и так далее А с чем это связано? Почему там получается, что там какие-то лазейки есть? Там люди считают, что их не поймают, безнаказанные, что это? Ну, это, наверное, больше алчность, жадность Вера в то, что закон их не найдет и не привлекут их к уголовной ответственности, самоуверенности Ну, я, наверное, только этим могу обусловить это все дело А сколько времени проходит от того, что вы заподозрили кого-то в том, что человек экономически не чист на руку И до того момента, как преступление раскрыто, и вы подтверждаете? Ну, в целом, сами экономические преступления, преступления коррупционного характера Они носят латентный характер, они не лежат на поверхности, они скрытые Иной раз для того, чтобы изобличить преступника, коррупционера, проходит немало времени Вплоть там год, годами можно проводить проверки, разрабатывать И только после этого можно будет собрать достаточную доказательственную базу Для того, чтобы можно было предъявить преступнику, прилечь его к уголовной ответственности И, так сказать, возместить ущерб, который он принес, допустим, государством или иной компании Каждый раз в суде удается доказать, вот каждое преступление, оно доказывается, суд Ну, как бы подтверждает то, что человек действительно виновен Или бывает, что вина не доказывана? Все вина доказывается в рамках следствия В проведении следственными действиями Это вторая стадия, так сказать, досудебного разбирательства Сначала мы проводим оперативно-расследственные мероприятия Потом следственные подразделения, соответственно, уже расследуют уголовное дело А суд уже дает оценку собранным материалом в следствии И выносит уже решение, правильно мы обвинили того или иного гражданина или нет Ну, обычно... Ну, обычно, конечно же, привлекают к уголовной ответственности То есть осуждают людей Ну, конечно же, никто не соглашается с решением судов С первого же раза, например, обжалуют решение судов Но все же решение устанавливается и поступают в законную силу И люди, соответственно, несут наказание А максимальное какое наказание? Минимальное, максимальное? Вообще, что может быть за такого рода преступление? Ну, от штрафов, от обязательных работ Лишение свободы сроком до 15 лет Например, забывание наказанием в колонии судьбы строгого режима Например, за такие преступления, как фальшивомонетничество Максимальный срок наказания за совершение такого преступления 15 лет лишения свободы В Наринмаре у нас попадались когда-нибудь фальшивомонетчики? Было такое? Нет, в Наринмаре фальшивомонетчики у нас не попадались Но бывает, что мы раз или два раза в год Выявляются у нас фальшивые купюры в обороте Каким образом они выявляются? Здесь, конечно же, это, так называемые, добросовестные избытчики Граждане, которые, прибывая из других субъектов Привозят, не зная о том, что у них в кармане подельные купюры Идут в магазин, расплачиваются Эта купюра уходит в оборот И потом она, например, при инкассации выручки Выявляется в банке Соответственно, проводятся все мероприятия На установление того лица, кто Возможно, сбыл эту купюру в магазин Устанавливаются лица, выясняется, был ли у них умысел, не было умысла Ну, я, как еще раз повторюсь, как правило, на территории округа Это очень редко И умышленно нас здесь не сбывают Фальшивомонетчики нам сюда не ездят с целью сбыть подельные купюры А как доказать, что ты не умышленно с этой купюрой вообще? И как доказывается, что ты умышленно? Где грань? Как себя вообще защитить от такой проблемы? Ну, на примере, допустим, где-нибудь в Москве Или в другом большом городе Вашли покупку какого-либо товара Разменяли купюру, допустим, 5000 рублей Вам дали сдачи 1000-рублевыми купюрами Вы, не подразумевая о том, что там какая-то из этих купюров Является поддельной, ложите все к себе в кошелек Идете в другой магазин Расплачиваетесь этой поддельной купюрой за товар И, например, вам кассир говорит Уважаемая, купюра поддельная, поэтому я не приму вас Ну, как бы, уведомляет гражданин о том, что это поддельная купюра Тот, несмотря на то, что его предупредили, что купюра поддельная Идет и сбывает уже целеустремленно, сбывает эту купюру в другом магазине Вот тогда уже будет как умысел у него На то, чтобы сбыть эту поддельную купюру То есть, в первый раз он является добросовестным сбытчиком А во второй раз он уже идет умышленно сбыть эту купюру И здесь уже за это деяние наступает уголовная ответственность А как его находят? То есть, в магазине продавец запомнил его или что? Как это вообще? Вообще реально найти этого человека, который вот... Реально, почему нереально, если, сами же понимаете, в век цифризации Везде установлены видеокамеры Если провести работу с экспертными подразделениями Можно и отпечатки пальцев снять с этой купюры Ну, разные методы А что нужно сделать? Вот такая ситуация, в магазине тебе сказали, купюра поддельная Что, какие шаги, куда надо идти, куда обращаться, что делать? Конечно же, в первую очередь, не стоит идти ее пытаться сбыть Необходимо обратиться в правоохранительные органы С информацией о том, что вот такая ситуация Выявлена поддельная купюра А если не подтвердится, что она поддельная, ее вернут? А если не подтвердится, что она поддельная Приведется ряд экспертизы, и эта купюра будет возвращена обратно на гражданину Потому что бывают такие случаи, что купюра там очень долго в обороте Может быть, она постирана, например Всякие ситуации бывают Проводятся экспертизы, и если выявляется, что эта купюра не поддельная Она просто возвращается Какие еще у нас преступления совершались в сфере экономической и какие были раскрыты из последних? Можно если с примерами, что было? Ну из последних я, наверное, приведу пару примеров по преступлениям, которые связаны с хищением бюджетных средств. При реализации государственных программ в том году было выявлено такое деяние, как хищение более 4,5 миллионов рублей при реализации государственного проекта по модернизации ЖКХ. Это у нас связано со строительством очистных сооружений в поселке Искателей. В настоящее время ведутся следственные действия. Осужден одно должностное лицо по факту мошенничества при распределении жилищного фонда муниципального. То есть предоставил жилье гражданину, не имеющему на то права. Впоследствии, по договору социального наима, впоследствии данный гражданин, воспользовавшись нормами законодательства, обратил это жилье в свою собственность путем приватизации. На тот момент, когда мы это все выявляли, примерно стоимость этого жилья 2,5 миллиона рублей. В сфере, если смотреть, не в сфере бюджетных отношений, было у нас резонансное преступление в 2018 году. Попытка рейдерского, так сказать, рейдерского захвата сельскохозяйственного потребительского кооператива «Рассвет», расположенного в поселке Харута, где председатель, так сказать, недобросовестный председатель данного кооператива, вступив в преступный сговор с одним коммерсантом из города Архангельска, пытались вывести активов предприятия на сумму более 40 миллионов рублей. Активно подключились тогда мы, прокуратура, департамент природных ресурсов. Удалось нам предотвратить вывод активов, то есть стадо льниевоческое, земельные участки, остались все в кооперативе. И представители кооператива, бывшие представители кооператива и директор организации были привлечены к уголовной ответственности и осуждены. А за взятки? Ну, за взятки. За взятки, это, наверное, опять вернусь я к наиболее коррумпированной отрасли, да, это госзакупки. Выявляются такие факты для того, чтобы обеспечить участие, так сказать, аффилированных лиц в закупках, и чтобы смогли заключить контракт по наивыгоднейшим условиям, получают взятки от подрядчиков. Вот у нас было два таких факта в бюджетных учреждениях города. Мы все, наверное, слышали про эти факты, я сейчас не буду рассказывать про это. А вообще, вот, когда взятки получают, каким образом раскрываются? То есть, кто, как становится известно, что получил какой-то там чиновник или кто-то там взятку, каким образом это известно становится? Ну, это уже очень латентное преступление. Очень латентное. И, видите, взятка получателей и взятка дателей, они всегда действуют на взаимовыгодных условиях. Так. Одному проще дать деньги, чтобы с ним заключили контракт, а другому, соответственно, получить эти деньги и как бы наживиться на этом. Поэтому, естественно, тот, кто получает, не придет, нам не скажет, что вот я получаю взятки, мне дают взятки. И тот, кто дает. Ну, естественно, если уж не начинают там слишком сильно там завышать сумму взяток, так сказать. Но есть определенная тактика, определенные методы по выявлению таких родов преступлений. И поэтому такого рода преступления вот эти. Ну, а сейчас ведь даже, насколько мне известно, там, допустим, дорогая коробка конфет, она тоже может расцениваться как взятка, правильно? И за это тоже можно получить какое-то наказание? Дорогая коробка конфет. Ну, коньяк, конфеты, там, я не знаю, там, это же тоже сейчас... Смотря за что вы это получаете. Если вам приносят дорогую коробку конфет и дорогой коньяк, для того, чтобы вы подписали, допустим, тот или иной акт приема и передачи или акт выполненных работ, хотя по факту там, допустим, ничего не сделано, то этот может тоже расцениваться как коррупционное правонарушение. В том числе, как и взятка. То есть, если просто подарили на рабочем месте, просто там, в день рождения или что-то, это не считается взяткой? Ну, там, по закону противодействия коррупции, все равно это надо уведомлять работодателя, декларировать, все это, ну, есть там свои нюансы. А если смотреть вот по итогам прошлого года, каким для вашего отдела этот год был, насколько он был успешным, какие вообще есть данные? Ну, мы не опираемся, конечно же, на так сильно статистические данные. Самая главная цель, самая основная цель, это все-таки, как я уже сказал, это защита бюджетных средств, противодействие коррупции в приоритетных для региона, отраслях экономики. Вот я уже привел вам два примера. Расскажу еще про один пример, это уже не связан с, так сказать, финансами. Мы, скажем так, вот получили информацию в конце того года о том, что на территории одного из поселений округа учитывается реализация алкогольной продукции без специального разрешения лицензии. Вот мы выехали туда, отработали, проверили эту информацию, отработали ее и из незаконного оборота изъяли более двух тысяч литров алкогольной продукции. То есть она находилась в незаконном обороте. Продавали ее и алкогольную продукцию населению не из магазина, а из дома, без соответствующей лицензии на реализацию алкогольной продукции. Вот в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, оно тоже ведет следственные действия. Разные отрасли экономики затрагиваемые. А насколько сложно раскрывать такого рода преступления? Ведь, наверное, мошенники, они тоже сейчас новые технологии и уходят все и в интернет. И как вообще происходит раскрытие? Насколько это? Ну, повторюсь, то, что раскрытие этих преступлений, оно, это долгий процесс. В целом, раскрытие экономических преступлений, это долгий процесс. Потому что иной раз то или иное деяние, оно как бы стоит на грани между каким-либо правонарушением, либо носит там гражданско-правовой характер. Здесь тоже нужно понимать и четко распределять, чтобы увидеть, где гражданское правоотношение между субъектами предпринимательской деятельности, например. Либо где один субъект предпринимательской деятельности пытается обманным путем завладеть денежными средствами другого субъекта предпринимательской деятельности. Все зависит от того или иного состава преступления. Но схемы-то действительно меняются или как бы всегда одинаково действуют преступники все? Ну, схемы разные при совершении того или иного вида преступления. Меняются, тем более с развитием цифровых технологий. И начинают, ну, конечно, до нас это еще пока не дошло, но используют криптовалюту. Разные пути совершения преступлений. Очень много схем. Приходится и не только в интернете работать, а за пределами региона. То есть, чтобы наш регион был затронут, и наш регион, и пределы другого. Тоже такое случается? Вот если смотреть, какая сложность в нашей работе, то вы правильно подметили, то, что у нас очень много контрагентов с других субъектов Российской Федерации. С центральной полосы, с Уралия, с Сибири. Приходится проводить очень много проверочных мероприятий. На территории других субъектов. Очень много сверок нужно проводить. Очень много предприятий. Наш подрядчики находятся за пределами округа. Поэтому затрагивает деятельность нашего субъекта не только внутри, но и вне. Ну, есть, так сказать, недобросовестные поставщики, которые покушаются на бюджет Ненецкого автономного округа. Но мы пытаемся с ними бороться. И я думаю, что у нас это получается. А все преступления удается раскрыть, которые с экономической... Я еще раз повторюсь. Экономические преступления не носят очень латентный характер. То есть, для того, чтобы его раскрыть, сначала его нужно выявить. Как это объяснить? Само преступление экономическое, оно очень скрыто. Оно на поверхности не лежит. И чтобы его выявить, нужно необходимо провести очень много оперативно-розыскных мероприятий и так далее. И только после этого уже можно вести разговор о раскрытии. Естественно, которые преступления экономические мы выявляем, они у нас идут к раскрытым... Ну, не без исключения, конечно, у нас есть, так сказать, заявительский материал. Это когда недовольные директора, учредители организаций заявляют на своих контрагентов, которые не исполняют свои договорные обязательства. Бывают факты такие, что совершают мошеннические действия. Там, да, это уже доказываем умысел на хищение денежных средств и так далее и тому подобное. Вот для простого обывателя экономические... Ну, как бы вот АБЭБ, да, это сразу же взятки, да, какие-то контракты неправильно подписаны в свою пользу, да. А на самом деле, что входит в эти экономические преступления? Что еще туда можно? Что будет считаться преступлением? Ну, у нас в Уголовном кодексе предусмотрена целая глава с экономическими преступлениями. Какие составы? Вмешательство, незаконно вмешательство, предпринимательскую деятельность, например, незаконно-банковская деятельность, легализация денежных средств, добытых преступным путем, фальшивомонетничество, эффективное создание юридических лиц, преднамеренность, банкротство, большой спектр преступлений, сокрытие налогов от цели налогообложения, вернее, сокрытие денежных средств от цели налогообложения, да, очень большой разброс в статье уголовных. Вы говорили, что в ЖКХ тоже есть экономические преступления, случаются вот что можно в ЖКХ? Не вовремя оплатил квартиру или забыл оплатить это преступление? Нет, это не, конечно же, не преступление, это чистейшее гражданское правовое отношение между ресурсоснабжающей организацией и потребителем. Ну, в сфере женщин-каналового хозяйства какого рода преступления совершаются для нашего региона, чтобы было ранее характерно-то? Уклонялись от уплаты, управляющая компания, от уплаты перед поставщиками ресурсов. То есть население вносит, добросовестно вносит денежные средства за коммунальные услуги в управляющие компании, а управляющая компания переделывает этим деньгам многих, так сказать, и не доводит их до ресурсоснабжающих организаций. В сфере ЖКХ, ну, не характерно для нашего региона, конечно, это при долевом строительстве, вот такие преступления. А в сфере налогообложения какие случаются преступления и что вообще? Ну, что мы выявляли у себя, ну, у нас здесь, в округе, организации, которые имеют большую задолженность, например, по налогам и сборам перед налоговыми органами с целью сокрытия денежных средств, так как на счета наложен арест налоговым органам и в случае попадания денежных средств на счета организации денежные средства сразу же уходят в бюджет. Разрабатывать такие схемы вывода этих денег, то есть заставляет поставщиков своих, там, субпотрядных организаций, чтобы переводили деньги между собой, то есть не напрямую в организацию, а между их субподрядными организациями, то есть чтобы деньги не падали на счет той организации, где имеется задолженность по налогам. Такого рода. А злостная невыплата налогов это тоже преступление получается, нет? Ну, уклонение от выплаты налогов тоже уголовно наказуемые деяния. Это на физических или на юридических? На физических и на юридических. Ну, там все зависит от суммы. Ну, конечно же, если там не уплатил там 13% с выигрыша, в 10 тысяч в русское лото, тебя никто в тюрьму не посадит. Ну, к ответственности призовут. Ну, могут и привести к административной ответственности привлечь. А ваши преступления, они как-то зависят от сезона, от экономической ситуации в стране? Или они всегда на том же уровне? Наверное, все-таки это на одном и том же уровне. Не носят сезонный характер. А экономическая ситуация в стране, она влечет за собой всплеск каких-то? Ну, любое изменение в экономической ситуации приводит к всплеску преступности, как и в целом в общей уголовной преступности, так и экономической. Потому что если народ начинает беднеть и негде деньги брать, то начинает воровать. То же самое, что и в организациях. Есть и добросовестные, есть и недобросовестные предприниматели. Разные ситуации бывают. А вот в сфере как раз вот этих вот госзакупок, там же сейчас такое сложное законодательство, что очень сложно вообще не нарушить закон. И как быть, чтобы вот действительно можно же нарушить и не понимать, что ты нарушил? Как вообще быть руководителем? Ну, в сфере, ну, что я скажу вам, в сфере законодательства и закупок, это она срегламентируется 44-го федеральным законом. И здесь у нас есть такая структура, как федеральная антимонопольная служба. Она очень пристально следит за теми или иными нарушениями в сфере закупок. Это вот их компетенция. Когда вот эти закупки, вот когда какой-то неверный шаг, будет считаться преступлением, ну, не считая взяток, допустим, да, когда он будет считаться преступлением, когда он выходит уже за рамки какого-то административного наказания? Ну, при проведении самих закупок вы уже отметили, что это получают взятки за представление преимуществ при подписании контрактов или участии в том или ином аукционе. При исполнении уже самого контракта по существу вступает преступный сговор, допустим, заказчик с подрядчиком и поставляют товар, который не заявлен в техническом задании, завышают объемы выполненных работ, тем самым похищают денежные средства. Опять же, нужно в каждой ситуации смотреть, какая аффилированность, какая заинтересованность той или иной стороны, потому что могут поступить в преступный сговор заказчик с подрядчиком, и потом при окончании выполнения всех работ и просто деньги взять и разделить пополам. А вот вы перед программой привозили пример, что, допустим, может быть, именно подрядчик может быть недобросовестным. Как вот в этом случае доказывать, что, допустим, там, пример был с мониторами, что там, допустим, не такая... Как это вообще доказывается, каким образом это происходит и кто будет виноват в этой ситуации? Проводится ряд экспертиз. Вот, например, затронем такую отрасль, как, допустим, капитальный ремонт. Заключают, например, контракт на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Прописывают весь объем работ, которые необходимо выполнить подрядной организацией. Заказчик на каждом этапе приемки работ подписывает акты о приемке выполненных работ, соответственно, перечисляет денежные средства подрядчику. И в конце, когда уже подрядчик говорит, я готов сдать объект в эксплуатацию, прими у меня объект, подписывают акт о приемке. Заказчик ни о чем не подозревает о том, что, допустим, здесь вместо, грубо говоря, 10 листов покрытия положили там 8, например, на крышу, например, либо там скрытые работы какие-то он не увидел, а вместо трехжильного кабеля заложили в стену двухжильный кабель. Но в таких случаях мы проводим ряд экспертиз строительных технических, выявляем эти все объемы завышенные, вычленяем разницу между выполненными работами и между отраженными в актах работах и фактически проведенными работами. И предъявляем эту сумму уже как ущерб, нанесенный государству. И уже здесь доказываем вину умысел подрядчика на хищение денежных средств. Но при всем при этом еще мы смотрим на заинтересованность заказчика. Потому что всякое может быть, как я уже говорил до этого, может быть, они уже вступили давно в преступный сговор и таким образом решили попилить, так сказать, бюджетные средства. А какая специфика есть у экономических преступлений в Ненецком округе? Ну, не считая того, что каждое преступление даже оно еще, наверное, не совершилось, уже всем известно кругом. Какая еще есть специфика преступлений? Они как-то классифицируются? Есть такие, которые вообще никогда не совершаются в Ненецком округе? Или которые вот характерны для Ненецкого округа? Ну, вот для Ненецкого округа уж точно не характерны законы банковской деятельности, например. Но нет, нет, да и как сказать, выявляются преступления, которые, допустим, в том году или десятилетиями, например, не выявлялись, не совершались вот раз, и мы что-то там выявили. Поэтому основной вид это мошенничество, присвоение. Есть факты невыплаты, заработные платы. Вот у нас Следственный комитет расследует такие уголовные дела. Выявляем и мы, и прокуратура округа тоже относится к преступлениям экономического характера. вот как-то. А какие планы у вас на этот год? Что вы планируете? Тем более год у вас юбилейный. Год не только юбилейный, год еще и сложный, как в целом для страны, так и для экономики. Поэтому основная задача перед нами стоит, конечно, как всегда, это защита бюджетных средств от преступных посягательств. В целом защита экономики, потому что чем более подвержена экономия коррупции и преступным посягательствам, тем она не привлекательна для инвесторов и т.д. и т.п. А какие профилактические мероприятия проводятся вашим отделом? Как-то доводится до сведения людей, чтобы они не нарушали, чтобы они нечаянно, так скажем, не нарушили закон, чтобы они были подкованы юридически? В целом, конечно же, для населения доводится информация через средства массовой информации о том, что грозит за совершение коррупционных преступлений, за совершение экономических преступлений, проводится работа по профилактике, допустим, незаконно использован товарных знаков, вернуть к выявлению преступления, выявляются у нас такие преступления, то, что незаконно используются средства индивидуализации. А что это такое? Это, к примеру, парфюм, Шанель, Диор, изготовленные кустарно не на самих легальных фабриках, кроссовки, обувь, одежда, очень много завалено наш рынок этим. И наказание получается продавцу, он же, наверное, где-то это закупает, кто наказывается в этом случае? Продавец. За то, что закупил и здесь реализовывает. Очень плотно ведем работу с правообладателями товаров, товарных знаков, как и российских, так и зарубежных. Поэтому в этом плане тоже работа ведется. Очень же много всяких новшеств в законодательстве, я все к профилактике. Вообще, где руководители, продавцы, ну, все, кто как-то завязан на экономику, где они могут вот это все новшество узнавать, где они могут знакомиться с этим? Ну, все в средствах массовой информации, все это в общедоступном, общедоступно. Например, перед тем, как подумать, забрать из кассы деньги и не отдать его работодателю, можно посмотреть уголовный код, что за это будет, и набрать в поисковике, что мне будет, если я заберу деньги из кассы. Мне кажется, очень много ссылок будет на это. А в сфере закупок где можно узнать вот эту вот информацию, что там поменялось, что нужно сделать, чтобы, ну, понятно, что там грубо не нарушишь закон, а все равно какое-то нарушение может же приключиться. Где эту информацию взять? Ну, при каждом бюджетном учреждении, где вообще работают с закупками, созданы свои комиссии, свои конкурсные комиссии, и там специалисты, специально обученные, которые следят за изменениями законодательства. Тут, тут, как бы, не посмотреть-то невозможно. Наша программа подошла к концу. Я желаю вам, не знаю, можно пожелать меньше преступления? Это будет хорошо, чтобы меньше преступления совершалось, чтобы у вас было меньше работы, или работы меньше не бывает? Работы меньше не бывает. Ну, желаю, чтобы все было у вас хорошо. Приходите к нам еще. А я напоминаю, что мы говорили о работе подразделения с начальником отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Ненецкому округу Денисом Батрынчей. До свидания, до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok